Славное Отечество Четыре года не было этих Тушинских парадов. И этот, 9 июня 1961 года, все ожидали с предчувствием чего-то необыкновенного, сенсационного. И не обманулись. Первый в мире стратегический ракетоносец М-50. Но с параду он отправился не в боевую часть, а в музей, чтобы через 20 лет возродиться на другой фирме под чужим именем и забыть своего создателя Владимира Михайловича Месищева. Все началось в 45-м, в июле, на той самой Потсдамской конференции, где союзники-победители краили Германию и определяли рамки послевоенного сотрудничества. Война еще не кончилась, но тут, в Европе, казалось, что все позади. Теперь мир надолго, навсегда. Никто, кроме Трумана, еще не знал, что этот призрачный мир уже взорван. Как бы ни взначай, он сообщил Сталину, что в США испытали атомную бомбу. 6 августа 1945 года свое истинное предназначение продемонстрирует бомбардировщик Б-29. Из его брюха сбросят адское оружие на Хиросиму, а через три дня превратят в руины и на Газаки. Сталин вызвал в Кремль Курчатова и потребовал ускорить создание собственной бомбы. Хотя она, конечно, была не совсем собственной. Первая советская была скорее копией американской. Но так или иначе, в 49-м мы успешно взорвали ее и догнали американцев. И тем подхлестнули их на новые подвиги. Скоро у них на вооружении было уже более 200 вот таких атомных бомб и уже 5 планов ядерного нападения на СССР. Автор, главным разработчиком этих планов, был генерал Кертис Лимей, командующий стратегической авиацией. Ключевая роль во всех этих планах была отведена бомбардировщику Б-29, базируясь на аэродромах вблизи наших границ и имея дальше, и дальность полета в 5000 километров, они могли поразить любую цель в любой точке нашей территории. А у нас ничего такого не было. С момента появления в США в 43-м году бомбардировщика Б-29 Сталин трижды обращался к Рузвельту с просьбой поставить их советской армии. Но тот будто и не слышал. Все три раза просьба осталась без ответа. Вот в студии Беккер и по ленд-лизу танки Шерман и истребители аэрокобра сколько хотите, но Б-29, извините, он делался под атомную бомбу. Пришлось действовать старым способом. И как только летающая крепость совершила вынужденную посадку на нашем аэродроме в Приморье, наши этим воспользовались. Сталин приказал, и Туполев скопировал Б-29, дав ему гордое имя Ту-4. Копия получилась очень удачной во всем. Плохо было только то, что и дальность осталась американской. Всего 5000 километров. То есть достичь территории США ему было не под силу. Это очень огорчало Иосифа Виссарионовича. Ему нужен стратегический бомбардировщик. Очень нужен. Если не Туполев, то кто? И Сталин, наконец, вспомнил, или ему напомнили, о генерале Мясищеве. Владимиру Михайловичу было уже далеко за сорок. Родился он в 902 году в маленьком городке Ефремове Тульской губернии. Там же через 15 лет блестяще окончил реальное училище. И тут же устремился в Москву. Он мечтал об авиации. Но в МВТУ смог поступить лишь когда исполнилось 18 лет. Он успел еще поучиться у Великого Жуковского. Но прямым наставником талантливого студента стал Андрей Николаевич Туполев. Первым самолетом Мясищева и его сокурсников стал Биплан, легко перелетевший через Яузу в Лефортовский парк. Дипломным проектом Мясищев выбрал цельнометаллический истребитель, получивший высокую оценку Туполева. Потом была стажировка на опытном аэродроме ВВС. И, наконец, САГИ – Центральный аэрогидродинамический институт «Бригада крыла», который руководил тогда Владимир Михайлович Петляков. Но Туполев юное дарование не отпускает. Восемь лет Мясищев участвует во всех проектах учителя – АНТ-4, АНТ-6, АНТ-16, самолет-гигант Максим Горький. И только в 34-м он получает свободу. Становится во главе бригады экспериментальных разработок. Первый шаг – самолет-торпедоносец. Блестяще. Браво. Но пока нам нужно кое-что другое. Будьте любезны, организуйте у нас производство американского гражданского самолета «Дуглас-3». Очень нужно. Есть, отвечает майор Мясищев. И самолет Ли-2 становится одним из самых массовых долгожителей в советской авиации. Ко второму году войны он успевает завершить государственные летные испытания своего нового дальнего высотного бомбардировщика ДВБ-102. Сталин благодарит Мясищева телеграммой. И тот с удвоенной энергией разрабатывает проект четырехмоторного бомбардировщика ДВБ-202. Мы могли иметь достойного соперника американскому Б-29. Так нет же, не судьба. 10 января 1942 года в авиационной катастрофе погибает Владимир Петляков. И Мясищева отправляют на его место в Казань главным конструктором завода, выпускавшего знаменитые пикирующие бомбардировщики Пе-2. «Есть», – отвечает полковник Мясищев. «Что поделаешь, он человек военный. Проект ДВБ-202 был закрыт. Но мысль-то не закроешь». К концу войны уже генерал Мясищев спроектировал уникальный для того времени реактивный бомбардировщик РБ-17. Скорость – 800 км в час. Высота полета – 12 тысяч метров. Дальность – 3 тысячи километров. И снова мимо. По непонятным причинам этот проект передается в конструкторское бюро Ильюшина. А сам Мясищев назначается деканом Московского авиационного института. «Есть», – скрипя сердце, – отвечает генерал, и принимается за новую работу. Добросовестно, с полной отдачей. Пять лет он растит молодых инженеров. Его учениками были выдающие с авиаконструкторы Генрих Васильевич Новожилов и Алексей Андреевич Туполев. Но свое-то дело стоит? Нет. Свободно владеет тремя иностранными языками, он анализирует всю мыслимую и немыслимую информацию и самостоятельно приступает к разработке дальнего стратегического бомбардировщика, не требуя средств и помощи, но и не скрывая от начальства. Главный маршал авиации Жигарев и маршал авиации Новиков информирует Сталина о новой работе генерала Мясищева. В это время в США уже 4 года идет работа над межконтинентальным бомбардировщиком Б-52. Но запуск в серийное производство еще не скоро, тоже через 4 года. Время у нас есть, но ничего подобного нет на подходе. Туполев завершил работу над реактивным бомбардировщиком средней дальности Ту-16. Может его как-то довести до межконтинентального? На совещании в Кремле министр авиационной промышленности Хруничев заявляет о невозможности увеличения дальности полета Ту-16 простым добавлением двигателей. Туполев молчит. А вот другой конструктор берется создать такую машину. Для этого мы дадим ему все условия. Мясищев боялся верить, но постановление последовало незамедлительно. 10 апреля 1951 года на базе авиазавода в Филях было создано ОКБ-23 во главе с главным конструктором Владимиром Мясищевым. И меньше, чем через два года в январе 1953-го первый отечественный стратегический бомбардировщик М4 выкатили на аэродром. Машина потрясла всех необычной формой вытянутым фюзеляжем, огромными, скошенными и слегка опущенными крыльями велосипедным шасси. На первый полет съехало все руководство авиапрома. Многие не верили, что такой самолет может летать. Экипаж Героя Советского Союза Федора Патчева готовится к взлету. Самолет выруливает на взлетную полосу. Мощный разбег. М4 проходит над головами скептиков. На высоте 200 метров делает разворот и приземляется мягко, элегантно. Это была долгожданная победа Мясищева. 9 мая 54-го года военный парад на Красной площади завершал полет первого нашего стратегического бомбардировщика. Сталин, увы, этого не увидел. Гигант поразил военных аташе. В НАТО М4 получил лесную кличку Бизон. Это эпохальный самолет без всякого пролечения. Почему? Во-первых, потому что это был самый первый наш стратегически реактивный бомбардировщик. Который, кстати, не только бомбы мог возить ядерные, а в принципе мог носить и ядерные ракеты. Самолет, который был создан по существу за кратчайшее время. За рекордно малые сроки. Вот я до сих пор не могу представить, как можно за два с небольшим года создать такое чудо. Не могу представить себе. Это было сделано. Создание этого самолета ознаменовало определенное уравнивание стратегических возможностей. То есть нанесение взаимного неприемлемого ущерба, которые являются мощным фактором сдержки и панели. Июнь 1957 года. Успешный запуск межконтинентальной ракеты Р-7. Хрущев принимает историческое решение передать лучшие авиазаводы ракетчикам. Для Мясищева это означало новое крушение надежды. Но на сей раз ему слегка повезло. Ему дали возможность создать чудо. Стратегический сверхзвуковой бомбардировщик М-50. Скорость 2000 км в час. Высота полета 17000 метров. Дальность 10 тысяч километров. Вооружение две ракеты большой дальности с ядерными боеголовками. Ничего подобного в мире не было и даже не ожидалось. Летчик-испытатель Николай Горяйнов поднял этого красавца в октябре 1959 года. И чудо кончилось. Его просто забыли. тогда это решение казалось единственным верным, хоть и безумно обидным. Боевые ракеты к тому времени убедили руководство страны, что они дешевле и надежнее в важном деле ядерного сдерживания. О другом тогда не думали. Потому судьба ОКБ-23 была предрешена. Завод передали известному ракетчику Владимиру Чаломею. А что касается Мясищева, он был в Крыму на отдыхе, когда узнал, что назначен начальником ЦАГИ. Жена не знала, утешать ли его или поздравлять. Дочь знаменитого композитора Спиндиарова Ляля за 30 лет счастливой жизни так и не научилась считать его мысли. Она знала, что и теперь он примет новое назначение как должное, так уж он устроен. А через два года как подарок и как горсть соли на рану случился тот самый авиационный парад в Тушино. После триумфального полета Юрия Гагарина прошло всего три месяца. Вся страна жила этой исторической победой, но требовалось что-нибудь еще. Одна какая-нибудь Кузькина мать. Мы, дескать, не только в космосе первые. Тут изгодилось Месищевское чудо. Дальний стратегический бомбардировщик М-50 на 20 лет опередивший время. Как кстати он оказался в этот день. Вот оно доказательство нашей мощи и величия. Вот она наша гордость и наша Кузькина мать. Трепещитесь спецы капиталистов. Под гром двигателей аплодисментов чудо вернулось в Монино на пьедестал как монумент отечественной славы. На сей раз уже навсегда. в Монино в Моников памятник. А в Монино в Монино на сей в Монино в Монино last и в Монино Блестящий конструктор, он семь лет с удовольствием, не по обязанности возглавлял работу в области принципиально новых схем самолетов. Чем неожиданнее, чем смелее, тем лучше, тем интереснее. Но, конечно, мечтал о собственном. Он понимал, ОКБ-23 ему не вернут. Но хоть что-нибудь свое. В 1967-м мечта осуществилась. Он получил сравнительно небольшой экспериментальный завод в Жуковском. И тут же взялся за разработку многорежимного, стратегического сверхзвукового самолета. Фактически продолжил работу, прерванную 8 лет тому назад. Наша фирма МЗ получила задание, разработку аванпроекта такого самолета с соответствующими требованиями по дальности, по боевой нагрузке. Параллельно это задание получила фирма Туполева и фирма Сухова. У нас была принята схема с изменяемой геометрией. Мы свою схему разработали даже раньше, чем была опубликована схема B1 американцами. Параллельно фирма Сухова тоже разрабатывала схему с изменяемой геометрией. Но у них отклоняемые части крыла были достаточно небольшой по размаху. А фирма Туполева просто-напросто представила проект модификации самолета Ту-144. В результате всего этого наш проект на этом конкурсе победил. Остальные схемы не смогли реализовать тех возможностей изменяемой геометрии, которые она представляет для реализации такого многорежимного самолета. Несмотря на нашу победу под маркой того, что фирма наша недостаточно солидная в то время была, и вроде бы и народу мало, и технического обеспечения маловато. Эта работа была передана КБ Туполю, где и был разработан на базе практически нашего проекта самолет Ту-160. История повторилась еще одним рубцом на сердце. Когда-то, 23 года назад, его РБ-17 передали Ильюшину. Теперь выношенное, испытанное детище досталось Туполеву. Почему? За что? Фирма Туполева, как говорят, труба была повыше, чем, скажем, у Мессища намного выше. Иногда, ну, будем говорить, что он проявлял определенное давление на наш политическое руководство. Был вхож в него. Он влиял сильно на министров, авиационной промышленности и других оборонных отраслей. И, бесспорно, в этом смысле игра была не на равных. Но Туполев – это Туполев. Конечно, Ту-160 – гордость отечественной авиации. Можно сказать, что ученик достоин своего наставника. Но лучше ничего не говорить. Эти кадры снимались по случаю 70-летия Мессищева. Время, когда уходят на заслуженный отдых. Владимир Михайлович так и не воспользовался этим правом. Еще шесть лет он будет буквально поражать коллег своими неожиданными творческими решениями. Будь то воздушно-космический самолет по теме «Холод-2». Стратегический бомбардировщик с ядерным двигателем М-60. Сверхзвуковой пассажирский самолет М-53. Министр авиапрома Дементьев как-то сказал, проекты Мессищева будут реализованы тогда, когда все забудут наши могилы. Лучше не скажешь. И все-таки какой-то рок висел над всем, за что бы он ни брался. Ведь это он, Мессищев, в творческом соперничестве с авиаконструктором Глебом Евгеньевичем Лозином-Лозинским, работавшим над моделью вот такого космического корабля под названием «Спираль», пришел к созданию привычного нам «Бурана». Мало кто знает об этом, но именно его КБ разработала аэродинамический облик «Бурана», кабину экипажа, систему жизнеобеспечения и аварийного покидания. Он занимался выбором посадочной воздушно-реактивной двигательной системы и проведением горизонтальных летных испытаний по отработке посадки «Бурана» в автоматическом режиме. А когда возникла проблема транспортировки элементов ракеты «Энергия» и корабля «Бурана» из Москвы и Куйбышева на космодром Байконур, он решил и эту задачу, вопреки многим скептикам. Ведь за основу был взят стратегический бомбардировщик М4, разработанный более 25 лет назад. 150 рейсов без единой аварии совершил этот «Атлант» на космодром «Беспримерная воздушная Одиссея». Он еще успеет создать многоцелевой высотный самолет М-17. Это был ответ знаменитому авиаконструктору Кларенса Джонсону, создателю разведывательного самолета-шпиона У-2. Но М-17 суждено было стать лебединой песней Владимира Михайловича. Он скончался в возрасте 76 лет, 14 октября 1978 года. Месищев всегда выбирал кабинет, окна которого выходят на летное поле. И вот уже 25 лет этот красавец-труженик Атлант стоит под его окном, как преданный пес, ожидая своего хозяина. А в сотни метров вот эта деревянная модель будущего «Бурана», сделанная для продувки в аэродинамической трубе. Страшная судьба. А в полутора тысячах километров отсюда еще одна картина варварства. Кладбище тех самых бизонов М-4, потрясших некогда весь военный мир. И еще одна жертва вандализма – М-17. Вы думаете, все они устарели? Нет, их просто вычеркнули из памяти. Все, что осталось в строю – это Ту-160, которому не нарадуются военные. И еще несколько прекрасных моделей – изящный красавец Гжель и сверхвысотный разведчик М-55. И дай им, Бог, прожить свой век счастливо. Субтитры подогнал «Симон» КОНЕЦ